В осенние деньки погоду в доме делает отопление. В многоквартирные тепло поступает через централизованную систему. Некоторые жители частного сектора используют газовое оборудование. Специалисты напоминают, самое первое, что необходимо сделать, проверить его исправность. При малейшем подозрении на неполадки, запах газа, неработающие приборы, дымовые и вентиляционные каналы немедленно сообщить о проблемах специализированную организацию. Работы по техническому обслуживанию и ремонту газоспользующего оборудования осуществляются специалистами газоснабжающей организации или сервисными центрами. Стоит напомнить, по истечению 20 лет, именно такой срок работы у газового оборудования необходимо его заменить. Также можно не дожидаться возрастного ценза и провести его диагностику. Конечно, не самостоятельно. В таком случае нужно обратиться за помощью к профессионалам. Особое внимание стоит обратить на дымовые и вентиляционные каналы. Вне зависимости от материала, с которого они сделаны, нужно проверять их профпригодность и периодически прочищать. Не стоит забывать, что тепла можно лишиться, если не соблюдать определенные правила. Сюда относятся отказ от проведения планового техобслуживания, эксплуатация оборудования с истекшим сроком службы, отсутствие актов проверок либо записи в журнале учета. За нарушение правил пользования газом БТУ предусмотрена административная ответственность. К лицам, виновным в нарушении вышеуказанных правил, применяется административное взыскание в виде штрафа от 4 до 20 базовых причин. При соблюдении всех правил пользователь защищает себя и свой дом от незапланированных проблем. За помощью можно обратиться к сотрудникам госэнергонадзора, составить договор и пройти курс. Максим Кемель, Максим Галенка, Бобруйск, 360.